Длиной в два футбольных поля, высотой 30 метров и конструкция из тысячи тонн металла. Все это единственный радар в России для исследования верхней атмосферы и поиска космического мусора. Объект стратегически важный и находится под усиленной охраной. Его установили 60 лет назад. Просто так сюда не попасть. Но нам выпал уникальный шанс. Это научная установка, которая входит в список уникальных научных установок национальной значимости. Таких установок в мире, в тот момент, когда создавался это изделие или радар, было всего 10. На сегодняшний день, я боюсь даже уточнить, по-моему, их 11. В России это единственный. В советское время это был стратегический военный объект. В 90-х годах решили передать установку ученым для создания на ее основе радара для исследования физических процессов в оклоназемном космическом пространстве и наблюдением за радиоизлучением Солнца. Ученые серьезно переработали приемную часть радара. Можно сказать, создали заново. Основная задача данной научной установки – это исследование параметров верхней атмосферы. Фактически зона ответственности этого радара от 200 до 1500 километров. В этом диапазоне потенциально радар может получать параметры электронной концентрации, электронных ионных температур, скорость ветра на этих высотах. Сама антенна представляет собой огромный рупор, разделенный на две равные части. Они позволяют измерять угол движения космических объектов в плоскости, а питают эту махину шесть огромных трансформаторов. Сердце и мозг локатором занимает несколько блоков зданий. Здесь есть автономная система охлаждения, которая производит 50 тонн дистиллированной воды, десятки мощных передатчиков, шкафы, начиненные железом. Именно они посылают в ближний космос мощные радиоимпульсы. В этой установке формируется радиоимпульс, который снабжает антенну радара. В нем установлены радиолампы. Именно они есть и источник этого радиоимпульса, который прямиком отправляется вот в такой мощный кабель. Радиоимпульс, который поступил с передатчиков, он прикосил антенны переключателя. И задача переключателя – направить задерживающий сигнал, или этот импульс, который с передатчиков, направить в антенну. А принимаемый сигнал, который антенна приняла, отраженный, направить на приемное устройство. Радар способен заметить в оклоназемном пространстве объект размером с 5-рублевую монету на расстоянии 200 километров. А куски космического мусора видны на 800 и на 1000. Такая чувствительность прибора позволяет ученым составить модель фундаментальных процессов, происходящих на Солнце и их влияние на Землю и людей. Если к нам в развертку революционную попал спутник какой-нибудь, например, Старлинг или даже какой-то маленький Кубсад, это тоже сигнал от него мы тоже выделяем, вернее, программы наши выделяют и отображают на монитор, тут это тоже все видно. Этот радар вместе с оптическими телескопами региона входит в единую систему наблюдений, что позволяет не только видеть оклоназемный мусор, но и контролировать техническое состояние пролетающих мимо космических аппаратов. Виктор Амзакин, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.